А что вы скажете про деление? Вот умножение это все-таки какая-то такая прямая операция, которая представляет собой совершенно понятную инструкцию. Другое дело, что можно эту инструкцию выполнить за меньшее число элементарных шагов, чем мы до этого думали. А что такое деление? Это операция или это вообще что-то совершенно иное? По идее это операция. Деление можно определить как мочок количества раз, которое количество раз вычитания одного числа от другого. Ну, например, 2 делить на 2 это 2 минус 2 один раз. А что такое корень из 3 делить на π? Что вы читаете? Понимаете, я понял, что вы говорите. Реально, вы описали ту процедуру деления, которую мы выполняем, когда по школьным правилам там смотрим с избытком, с недостатком, подбирая цифры, даже когда делим одно на тренинг число на другое, так, чтобы было не меньше, не больше, но впритык. Это некий подбор. А вообще говоря, деление – это решение уравнения. Найти частное. А поделить на b – это на самом деле означает, что надо решить уравнение. bx равно 1. Решить. А потом результат полученный умножить на это самое число. А как его решить? С машиной разговаривать там на языке, посмотрим, поменьше, побольше и так далее – не хотел. Хотел бы что-то более прямое, четкое и ясное. И вот здесь я перехожу ко второму сюжету реального уже нашего разговора, но он же будет пункт 3, вот в этой табличке. Давайте напишем пункт 3 и поставим знак деления. Мы будем заниматься задачей отыскания вот такого участка. То есть решением, как я сказал, вот такого уравнения. Но как его решить, я пока не знаю. Вот в математике есть такое понятие. А ведь это два уравнения следуют друг с другом вообще. Если он просто... Нет, это просто... Я боюсь, просто вот для того, чтобы найти это часто, я реально буду заниматься вот этим проблемой. Вот что я сказал. Мне проще с ним работать. Что такое неподвижная точка отображения? Ну, самый простой вариант. Пусть f от x числовая функция. Ну, скажем, живущая только в каком-то отрезке АВ. Неподвижная точка – это такая точка x, что он x и значение функции, как в этой точке, спадает. Вот я нарисую такую фотографию, тоже фотографию. Нарисую вот эту диагональ. И вот там, здесь у меня функция f отображает. Ну, скажем, в себя, можно вверх, в более сложной ситуации. То есть, это разбегаются значения. Но если это отображает в себя, это значит, что здесь развивается какой-то график. И вот неподвижная точка – это означает, что это точка пересечения вот этой линии и вот этой кривой. И вот давно уже люди стали заниматься делом, что задачи по решению равнения, условно так записано, я бы большой от x равняю с нуля, стали заменять с помощью каких-то преобразований, непонятно каких, поговорим сейчас о том, откуда их нужно добыть, стали приводить это к отысканию неподвижной точки. Некого другого отображения. И желательно, конечно, перестройки провести так, чтобы уравнения были эквивалентными, но при этом, чтобы вот здесь какой-то смысл был в том, что нарисованы. Ну, какой смысл? Вот идеальная схема, которую мы сейчас воспользуемся. Представьте себе, что функция фадрицы… Вот, сейчас я рассмотрю, вот вопрос, если ты меня. Вот эта функция – это парабол. И рекомендация фадрицы. Что она делает с каким-нибудь маленьким отреточком, либо 1,4, как в своем основном, значит, это 1,4. Она его превращает в совсем маленький отреточек, высота которого будет 1,16. Планок, потому что вот 1,4 становится 1,16, минус 1,4 тоже. То есть отрезок вот такой большой переходит в отрезок совсем маленький, в длине. Вот, на самом деле, ну, о таких эффектах, забегая вперед, дайду к этой зеленой книге, раз нам ее оставили, там-то на один из новых сюжетов, который появился, это «Расказа радуга». Вот в радуге есть несколько удивительных вещей. И то, что она яркая, и то, что она разноцветная. Вот то, что там яркие, есть отдельные цвета, как раз объясняется некоторыми вот по другому роду соображениями, когда лучи, отразившиеся от всяких стенок в капле, собираются потом так, что получают вот функцию шапочки вот такой проболической. И на большом вот таком отрезке получаются практически одинаковые значения. И это все сливается в сверхъяркую каплю, и мы видим, когда глядим на радугу, вот такое, не просто родноцветие, а именно очень яркое родноцветие. Ну, потом еще об этом не нужно сказать. И вот представьте себе ситуацию вот уже в духе той Абб-картинки. Вот у меня есть диагональ, и вот где-то здесь над какой-то точкой вот здесь вот такая парабола или вот такая парабола, неважно, с плюсом или с минусом, пересекает. Если вот рассматривать такой маленький отрезочек, он будет переходить в часть самого себя ясно-делка, правда? И будет становиться гораздо меньше. Вот если будет происходить такое сжатие, ну вот скажу, то есть вот X1-X2 по модуне на простой какого-то альфа на X1-X2, а там он пристает на какое-то большое число M. Это будет как раз означать сжатие. Вот мы в отрезке Абб используем функции в много раз, в M раз. Ну, своего рода, архиватор. Вы все, наверное, знаете, что в архиваторе вы берете какому-то текстовый файл, напускаете на него архиватор, и от большого длинного файла получается иногда файл намного меньше. Другое дело, что у архиватора есть такая способность сразу останавливаться. Если вы архивированный файл спормируете опять архиватор, он его дальше сжимать откажется. Это вы, наверное, понимаете. Такого, чтобы он его сжимал, 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 и вы получили для передачи не скажу, куда-нибудь движет совсем маленького размера, вы такого не получите. Тем не менее, именно эта идея здесь работает. Потому что, если мы будем применять несколько раз вот это отображение, то, как там он получившим собрался еще раз, еще раз произойдет сжатий, и вот что-то из этого мы измельчаем. Что мы из этого измельчаем? Представьте себе вот вот эту ситуацию, которую я здесь салон, как оно вот начало. Я беру какое-нибудь начальное приближение для решения этого уравнения, ну, скажем, сжималом с нулевой. И превращаем экстуревер х1 по форме на две десятки от экстуревера. Х1 был взят из какой-то окрестностей вот этой точки. Получилась точка, давайте вот здесь сейчас нарисуем увеличенную картинку, чтобы это было понятно. Вот чашка, это вот решение того уравнения, где я взял вот такую точку какой-нибудь экстуревер, ну, желательно смысленно приближающуюся к экстуревер, из каких-то соображений, посчитал там значение моей функции f от x на ось получил некоторое значение x1 вот здесь уже и потом посчитаю значение в этой точке. То это получится такая цепочка. Я с помощью x0 нашел x1 потом от него перейдут точку экстуревер равный f от x1 и вот по такой картинке видно, что у меня эти точки начнут стягиваться и может быть даже быстро на самом деле очень быстро начнут стягиваться к точке x1 вот и идея. Отображения вот такого сорта называются математики сжимающими есть такая характеристика называемая производная функция это наклон касательный в соответствующей точке если функция приличная она с точки зрения механики отвечает за скорость соответствующего движения или процесса какого-то развития и вот если у меня на каком-то обведочке график функции вот такой в районе точки x1 что производная ну скажем там во всех точках меньше одной десятки то с помощью так называемой теоремы Лагранжи где оценивается разность значения функции в двух точках через производное значение на самих этих точках сейчас напишу я фанты на 2 мм все фротексы в холодильник есть производная в какой-то точке x1 лежащая между этими двумя множная на экзраве на все цели и если во всех точках это меньше одной десятки то вот этот слой будет выполнен с лихвой с запасом это будет сжимающее отображение вот основная теорема в этой науке теорема Банаха Банаха это замечательный в частности тем что он придумал практически создал целую науку которая называется функциональный анализ Банаха в 1922 году заказал Терема которую я даже сейчас более общую не знаю и вы ее поймете это выглядит так Терема Банаха пустится я сейчас напишу непонятные слова а потом начну постепенно превращать в понятное правильное методическое пространство и f в 1922 году сжимающее отображение я буду создать такую аббревиатуру s-o это сжимающее тогда в ретерем Банаха существует и при том единственная неподвижная точка по отображению сжимающее то есть такая точка что x теперь пояснение вы встречались с понятием метрического пространства? нет научите хорошо вот скажем в первом качестве x отрезок здесь есть расстояние? да есть расстояние между двумя точками x просто отрезок это пример как раз полного метрического пространства что метрическое я сказал это только полное это когда всякая последовательность элементов желающих быть сходящихся имеющих для этого какие-то основания а именно имеющиеся фундаментально что означает следующее при больших номерах все элементы последовательности очень близки по значению то есть далековая сумма больше нуля если говорить можно написать пожалуйста напишите если можно напиши конечно да определение футбитальной последовательности напишу по внутрическому пространству хотя можете пока думать что это на отрезке обыграться да не бывает он больше меня найдется такой номер один за которым при любых именах маленьких больших равных большого вот модуль равных текстов и все смотрите это определение фундаментальной числовой последовательности да и громче существует единственная неподвижная точка означает существует и притом единственно вот в случае отрезка для числа последователь я будут читать курс математического анализа там так или иначе будет излагаться теория вещественного или действительно язык московский так чтобы такая фундаментальная последовательность желающая быть исходящей имел придется а почему я говорю только такие дело в том что если сходится если все элементы начинают с какого-то номера вокруг какой-то точки группируются понятно что они близки между собой если они все близки к одной точке то понятное дело это называется нейральским другая они близки между собой вот в роли метрики могут выступать самые разные вещи ну например я беру непрерывные функции знаете такое значение все непрерывные функции на отрезке ну c это в данном случае первая буква скажем английского слова непрерывные а непрерывные функции вот такие приличные функции график которого я рисую не отрывая мелодаски хотя на самом деле они могут быть вот такие приятные сложные на самом деле сколько например можно расстояние в мире таких функций ввести туда следующий формул это есть максимум модуля разности ф от x когда x бегает по всему это означает что две функции близки с точки зрения расстояния есть графики близки на всем своем протяжении очень естественно почему именно максимум давайте подумаем еще раз вот пусть одна функция f это дождество 0 а вторая функция близкая к ней близкая к ней это значит их графики мало отличаются правда же а что такое мало отличается вот в каждой точке считаем разные значения и требуем чтобы на всем отрезке эта разность была небольшой именно максимум логично раз уж тогда такая пошла в деятельность вопрос сквал а как вы думаете любое множество вообще можно прижать в метрическое пространство вот представьте себе что вы миссионер хотите насадить какие-то цивилизационные правила дикарям в каком-то множестве живущем находящемся можно всегда придумать метрику надо еще правда подумать какие требования я уже на всякий случай тогда их приведу обычно требования включают следующее первое d xy для любых двух элементов больше в равно 0 и равно 0 в том только в том случае когда x равняй цивилизационные это первое требование естественно но расстояние не отрицательное а равно 0 только когда ниск надо второе симметричное d xy равняется d y x грубо говоря если это реалка как от него и он при этом меня не кусает от головы до хвоста от хвоста до головы должны быть результаты 1 естественно и третье самое геометрически привлекательное хитрое и интересное это так называемое неравенство треугольника что заходит треугольник вот у нас там плоскости например неравенство треугольника это то что длина любой стороны в треугольнике не происходит с умой двух других правда а в произвольном метрическом пространстве я взял три элемента xyz неравенство треугольника называется такое обязательное условие в котором все тройки должны удовлетворять вот то что тут написано это в точности то что словами говорят про треугольник живущий на плоскости длинная отрезка не происходит с умой и вот если понимаете все эти определения прошли долгий эволюционный путь скажем этому понятию ну примерно 115 лет оно появилось в 1906 году ну я сказал что общая теорема которую банк доказала замечательная еще раз повторю если есть полное метрическое пространство и есть сжимающее отображение пространства в себя а сжимающее означает что просто вместо модуля надо просто туда расстояние между образами не превосходит альфа умноженное на расстояние между точками x1 x2 и вот та картинка которую я вам здесь рисовал правда вот большой кресло та которая ужимается что на всем пространстве доготней аргументов x каждая разность с 1 x2 ну сжимается по крайней мере в два раза с точки 1 с 40 произойдет правильно хорошо вот если знать принять на веру вот этот факт прожимающий отображение то будет понятно что мы сейчас хотим сделать с уравнением которое придется мне восстановить мы занимаемся уравнением bx равно 1 я хочу чтобы мы сейчас придумали какую-то перестройку этого уравнения в какой вид чтобы это соответствовало вот в точности в той картинке обеобразной которой у меня была я хочу чтобы у меня вот где-то в какой-то точке где они вытекаются была такая маленькая парабола даже в чистом виде в которой присыпался Y вот я хочу найти такую параболу которая соответствует этому параболу я не знаю манамус такой не такой сейчас я вам навяжу некоторые вещества вы может совсем не блуждали с полным произволом словосочетание метод неопределенных коэффициентов что-нибудь вам говорит метод неопределенных коэффициентов это когда я знаю тип объекта но не знаю конкретных его параметров ну например я знаю что мой объект который меня интересует это парабол школьная ученическая x квадрат плюс bx плюс c но параметры мне неизвестны и я хочу подобрать эти параметры так чтобы она соответствовала вот этой моей задачи я буду брать не просто все параболы а такие попроще сейчас напишу значит ищем параболу вида Y равняется ax квадрат плюс bx я ввел большую букву то что у меня бы маленькое было еще чего вот чего я хочу я хочу во-первых чтобы при x равном 1 по 9 на b значение этой параболы совпадало с значением 1 по 9 на b чтобы она проходила через точку с координатом 1 по 9 на b 1 по 9 на b 1 по 9 на b а еще вот видите на моей картинке я хочу чтобы это была вершина параболы в какой какова обстоятельства вершины помогают вот это так давайте вы что никогда не выделяли полный квадрат когда изучали квадратичную функцию давайте еще раз попробуем у меня есть ваша парабола ax2 плюс bx где ее вершина а а минус b вот именно конечно я знаю что вы не можете этого не знать в данном случае этого нет это b а а а где вершина такая процесса параболы диктуете получается минус b деленное на 2а правильно минус b приберить на 2а и в то же время это b должно быть 1 на b значительно правильно и вот если мы сейчас начнем решать эту простую систему уравнений неизвестных больших мы их найдем и сейчас увидим что это такое будет я считаю что все минули все хорошо давайте решим чтобы никаких уговоров и заклинаний не было значит первое соотношение означает что а второе соотношение означает просто что ну давайте я напишу так в человеческий b маленькое умноженное на b большое равняется минус 2а правильно кажется все вот это надо поставить сюда получится минус а равняется b и сейчас я запомню табличку значений ну а если равняется минус b то b большое равняется просто плюс 2 вот здесь скрете все пишу свою параболу это парабола y равняется минус b x мм плюс 2x она перевернута действительно я говорю что у меня это не особо смысл она вот здесь проходит даже череной но у нее здесь вершина его окрестность это вершина она вот как раз в точности соответствует тому замечательному механизму о котором я говорил если мы будем работать очень близко к точке 1 поделить на b у нас при отображении соответствующих квадратических то есть будет функция давать значение еще ближе расположенное к точке 1 на b чем было ну давайте вот взял как бы это продвижение x ну скажем чуть побольше чем 1 поделить на b и лучше ну хорошо и поменьше x 0 посчитал там значение моей квадратичной функции спустился на диагональ смотрел что это задачка посчитал значение и так далее вы видите что они ползут давайте это попробуем посчитать даже увидеть что они ползут вот если я взял x 0 равное как я там написал 1 определить на b ну надо просто подставить формулу x1 равняется b x 0 в квадрате как там написано минус 2x 0 вот приведите пожалуйста подобные члены и мне сами продиктуйте что у вас получится я хочу чтобы вы это представили в виде 1 выделить на b и минус что-то что заведомо внешне будет лучше чем так потому что f был взят какими-то маленькими а сейчас вылезет f квадрат то это будет хорошо правда это означает что x1 на b отличается гораздо меньше чем у предшествия и дальше все будет так же вот смотрите ну вот такую функцию она на самом деле этого хрячего не сказал она такова что если я посмотрю задачу x равняется так минус bx квадрат плюс bx справлю то есть в точке 1p делить на b слева у меня получится 1p делить на b а справа у меня получится минус 1p делить на b плюс 2p делить на b это вот как раз то что мне надо а если я вот на это уравнение посмотрю не подставляю даже конкретное значение то вынеся сюда bx квадрат а это сюда и сократив я получу соотношение x равняется bx квадрат а после сокращения на x свои уравнения и bx равна 1p то есть это просто хитрая перестройка вот это уравнение но такая что вот я получил ту слева о которой я мечтал понимаете формально можно было бы ну все это вообще ну давайте вот здесь просто мы поделим x равняется ни о какой ни подвижной точке речь не идет правда потому что справа константа какая-то нарисована слева меняющаяся x не получается а вот тут сейчас что-то получится но для того чтобы вы не убедились что получается добавку посчитайте вы считать не умеете не любите не хотите все варианты имеются уже ну что-нибудь у кого-нибудь получилось ну хорошо давайте вместе тогда поставим сейчас посмотрим тут вроде бы все у нас на доске написано заготовки есть не надо бояться просто вот это стираю потому что это мы уже использовали мы коэффициенты нашли так значит считаем b x нулевой в квадрате теперь я просто напросто раскрою скобки вот здесь посмотрю что будет разложу в квадрат 1 в квадрате минус 2 в квадрате минус 2 в квадрате плюс 2 в квадрате все здесь разгрык посчитал продолжаю чему это все равно минус 1 поделить на b плюс 2 в квадрате плюс 2 в квадрате 1 поделить на b минус b в квадрате и появление здесь в квадрате меня не смущает важно что вот эта добавка с точки зрения вот этого в квадрате она стала гораздо меньше если в квадрате это будет уже 1,16 и вот в дальнейшем будет происходить вот такое увеличение степени это значит что мы будем очень быстро приближаться к нашему числу вот мы научили машину реально теперь что-то делить на что-то значит еще раз если мы хотим посчитать дробь а поделить на b мы считаем 1 поделить на b потом быстрым образом каким-то перемножаем с числом а и с и с и с и с с и с и с с с и с и с